Здравствуйте, меня зовут Мария Шестакова, работаю в Северном государственном медицинском университете, город Архангельск. Мы сейчас находимся в нашей замечательной студии видеозаписи. Студия была оборудована на средства гранта Министерства науки и высшего образования, и нашими партнерами выступили сотрудники компании «Видеодоска». В чем основные преимущества студии? Ну, во-первых, преподаватели могут удаленно организовать проведение и лекций, и вебинаров, и консультаций. Очень важно для студента не терять связь с преподавателями даже в удаленных условиях, общаться, что называется, практически аудиторно. Во-вторых, не всегда лекция в аудитории может быть такой четкой и выверенной, как при записи и оформлении в студии. Здесь нет места лишним словам, пространным размышлениям, ведь видеолекция должна быть не очень продолжительной, зато очень концентрированной по смыслу. В-третьих, важен визуальный ряд. Хорошее иллюстративное сопровождение, акцент на главном с помощью подручных средств, имеющихся в студии, позволяет приковать внимание слушателям. Для студентов-медиков, ординаторов в период ограничений, спровоцированных пандемией, важно не потерять в качестве образования. Конечно, практическую составляющую медицинского образования ничем не заменишь, но базовая теоретическая подготовка не теряет свою прочность при грамотном подходе, при развитой системе дистанционного обучения в ВУЗе, поддержанной возможностями студии. Сталкиваемся мы, конечно, и с проблемами. Первое и самое актуальное – это неготовность многих преподавателей работать здесь. Это и боязнь камеры, и скованность, и опасение за сохранение авторства на интеллектуальную собственность, отсутствие навыков подготовки методических материалов для презентации. Но это вполне решаемая задача. Необходимо организовывать технические консультации, как мы это делаем, помогать методически в оформлении материалов, стимулировать преподавателей, показывать им возможности студии. Это приносит свои плоды. Вторая проблема – найти хороших специалистов для работы. Это должна быть целая команда технических сотрудников, методистов, организаторов. Этот вопрос может быть отрегулирован волевым решением руководства при его прямой заинтересованности. Думается, что в перспективе была бы интересна практика обмена опытом среди образовательных организаций разного уровня по работе в студии, по обсуждению методических проблем и вопросов. Главное – не останавливаться, а двигаться вперед. Всем удачи! Спасибо!